И сегодня в парке «Легенд» в Москве подводили итоги Международного форума добровольцев. Более 15 тысяч участников среди них и активисты клинских, молодежных и общественных делегаций собрались, чтобы узнать имена победителей ежегодной премии «Доброволец России». В 2018 году на конкурс прислали более 15 тысяч заявок, 10 раз больше, чем в прошлом году. Лауреаты в зависимости от масштаба проектов получат денежные премии от 100 тысяч до 1 миллиона рублей на развитие своих программ. Город продолжают украшать к Новому году. Уже началась установка главной городской елки на Советской площади. Уже несколько лет подряд здесь возводят красавицу. А на улице Гагарина идет монтаж звездного неба. Специалисты работают поздно вечером. Накануне улицу частично перекрыли для автодвижения. Праздничная иллюминация будет украшать город до конца второй декады января. В Клину в рамках акции «Стопспид» продолжает действовать анонимная горячая линия. На вопросы профилактики ВИЧ-инфекции по телефону 70173 отвечают специалисты. Также у клинчан есть возможность пройти бесплатное анонимное обследование на наличие вируса и иммунодефицита человека. 6 декабря сделать это можно будет с 11 до 12 часов в первой поликлинике в кабинете 101. 17 декабря в день освобождения Высоковска в парке культуры и отдыха этого города пройдет военно-историческая реконструкция. Начало мероприятия в 11 часов. Участие в этом событии будут принимать представители общественной организации «Подвиг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова